Порядка 70 населенных пунктов освободили за минувший месяц правительственным войска в Сирии при поддержке российских ВКС. Такие данные привел сегодня глава Минобороны Сергей Шойгу. По словам министра, на сегодняшний день Россия, Иран и Турция завершают разработку документов, определяющих границы зон деэскалации в Арабской Республике. Между тем, обстановка вокруг Сирии обостряется с каждым днем на фоне воинственных заявлений США в адрес Дамаска. Появилась информация, что террористы планируют воспользоваться угрозами и устроить провокацию с применением химоружия. не способствует мирному процессу действия возглавляемой Вашингтоном международной коалиции, отметил Шойгу. Продолжается поддержание режима прекращения боевых действий. В то же время провокации сил коалиции, возглавляемой Соединенными Штатами, способствуют расширению деятельности террористической организации в Сирии. После того, как авиация Соединенных Штатов сбила сирийский самолет в районе Русафе, на юге провинции Ракка, Министерство обороны России прекратило контакты с американской стороной в рамках меморандума о предотвращении инцидентов и обеспечении безопасности полетов авиации.